Легкие крейсера типа Максим Горький. Сирия советских артиллерийских крейсеров проекта номер 26 БИС являлись дальнейшим развитием крейсеров типа Киров, отличались от них последующим параметром. Толщина бронеборта, траверсов и барбетов башен главного калибра была увеличена до 70 мм. Несколько усилена малокалиберная зенитная артиллерия. Четырехногая фок-мачта заменена башеноподобной, реконструирована передняя надстройка. Запас топлива увеличен до 1660 тонн. Запас авиабензина уменьшен до 4,8 тонн. Установлена отечественная катапульта ЗК-1, производство Ленинградского завода ПТО имени Кирова. Установлены приборы управления стрельбой Молния АЦ. Установлены усовершенствованные приборы управления зенитным огнем и аппаратура связи. Работы по изменению проекта 26 в проект 26БИС выполнялись под руководством главного конструктора Маслова. Далее история каждого построенного корабля. Крейсер Максим Горький. 12 декабря 1940 года введен в эксплуатацию. С 13 по 14 декабря 1940 года перебазирован из Кронштадта в Таллинн. 14 июня 1941 года перешел в Усть-Двинск. На исходе первого дня войны, 22 июня 1941 года, крейсер вышел в море во главе отряда прикрытия, вышедших в море тральщиков, для производства минных постановок. Курс движения кораблей оказался проложен через выставленное накануне немецкое минное заграждение, о котором командование флота не подозревало. Пересекая его, 23 июня крейсер подорвался на мине и потерял массовую оконечность, благодаря сохранившей герметичность траверсной переборки смог своим ходом дойти до острова Ворумси, где был посажен на прибережную Отмель. Для спасения крейсера был спешно направлен отряд кораблей. После установки пластыря сооружения фальшноса из дерева и парусины, выгрузки боеприпаса 1 и 2 башен главного калибра и 6 боевых зарядных отделений торпед, в составе каравана из трех эсминцев, спасательного судна, буксира и дивизиона быстроходных тральщиков, крейсер своим ходом пришел в Таллин. 27 июня перешел в Кронштадт, где вошел в док. После осмотра представителями завода номер 189 было решено восстановить крейсер, построив на стапеле завода, а затем пристыковав новую носовую оконечность. Работы с использованием материалов от строящихся крейсеров проекта 68К удалось завершить всего за 43 дня. 18 августа 1941 года корабль встал в лесной гавань. 24 августа своим ходом по морскому каналу перешел в Хлебную гавань, участвовал в отражении многочисленных авианалетов и сентябрьского штурма Ленинграда. Получил 8 попаданий тяжелых снарядов и был переведен к железной стенке торгового порта, где на нем производился ремонт. Затем корабль, меняя позиции, участвовал в обороне и прорыве блокады Ленинграда. 22 марта 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР крейсер Максим Горький был награжден Орденом Красного Знамени. В июне 1944 года крейсер в составе 4-й артиллерийской группы поддерживал огнем своих орудий наступление частей Красной Армии на Выборгском направлении, уничтожая укрепление линии Маннергейма. С 25 февраля 1946 года в составе эскадры Южно-Балтийского флота базировался в Лиепае, затем в Балтийске. В декабре 1950 года на корабле проводились испытания первого советского корабельного вертолета К-10. Летом 1953 года крейсер Максим Горький перешел в Кронштадт, чтобы осенью встать на капитальный ремонт и модернизацию. 16 июня его включили в состав кораблей Кронштадтской военно-морской крепости. В декабре встал на капремонт и модернизацию. 17 февраля 1956 года корабль был выведен из боевого состава Балтийского флота и переформирован в опытовый крейсер. А 18 апреля 1959 года исключен из состава ВМФ и передан на слом. Крейсер Молотов введен в эксплуатацию 14 июня 1941 года. С 22 июня по 1 ноября 1941 года крейсер базировался в Севастополе. После захвата немцами крымских аэродромов, командующий Черноморским флотом приказал вывезти корабли в грузинский порт Поти. В ночь на 1 ноября 1941 года крейсер Молотов, линкор «Парижская коммуна», лидер миноносцев «Ташкент» и миноносец «Сообразительный» направились в Поти. А 3 ноября крейсер перешел из Поти в Туапсе для усиления ПВО базы. Позднее он привлекался к артиллерийской поддержке войск 51-й армии. С 8 по 10 ноября 1941 года крейсер обстреливал скопление техники и живой силы немцев на Крымской побережье. В декабре 1941 года в ходе подготовки к Керченской клеодосийской десантной операции крейсер вошел в состав прикрытия наравне с лидером «Ташкент» и эсминцем «Смышленый». С 25 декабря 1941 по 8 января 1942 участвовал в переброске в Севастополь частей 386-й стрелковой дивизии и эвакуации из Севастополя ранен. В ночь с 21 на 22 января 1942 из-за мощного десятибального ветра и поднятых им волн корабль получил повреждения в результате ударов у пирс и бетонный молв. До 14 февраля находился в ремонте. После завершения ремонта с 20 февраля по 18 марта 1942 крейсер был привлечен к обстрелу войск противника на побережье Феодосийского залива, обеспечивая поддержку наступления войск Крымского фронта. С 10 по 16 июня перебрасывал подкрепления и эвакуировал раненых из Севастополя. 3 августа обстреливал Феодосию, ее порт и причалы для уничтожения сосредоточенных там, по данным разведки, судов и плавучих средств. Получил попадание торпеды в кормовую оконечность. Взрывом торпеды оторвало 20 метров кормовой оконечности крейсера. Погибло 18 человек, 7 получило ранения. Проект восстановительного ремонта крейсера предусматривал присоединение к корпусу поврежденного корабля новой кормы, недостроенного крейсера проекта 68К «Фрунзе». Ремонт выполнял завод номер 201 в Поти с октября 1942 по июнь 1943 года. 25 апреля Молотов с новой кормой вывели из дока и до 20 июня на нем выполнялись достроечные работы на плаву. 18 августа 1944 года в составе отряда Молотов перебазировался в Новороссийск, а 5 ноября в составе эскадры Черноморского флота крейсер вернулся в Севастополь, где и встретил конец войны. 19 августа 1947 года крейсер доставил из Ялты в Сочи Сталина и заместителя представителя Совета Министров СССР Косыгина. В конце 40-х на Молотове провели испытания опытных образцов радиоэлектронного вооружения, предназначенного для строящихся крейсеров проектов 68К и 68БИС. С 1952 по 1955 год крейсер прошел капитальный ремонт и модернизацию с обновлением зенитного и радиолокационного вооружения. В 1955 году Молотов стал флагманским кораблем 50-й дивизии крейсеров Черноморского флота. 3 августа 1957 года крейсер был переименован в Славу в честь броненосца Слава. 14 января 1959 года крейсер вышел из боевого состава и был законсервирован, а спустя полтора года его расконсервировали и снова ввели в строй. С 5 по 30 июня 1967 года он нес боевую службу в зоне боевых действий в Средиземном море, выполняя задачу по оказанию помощи вооруженным силам Сирии. В сентябре-декабре 1970 года крейсер находился на боевой службе в Средиземном море и 9 ноября оказывал помощь экипажу эсминца «Бравый» после его столкновения с английским авианосцем «Арк Ройл». 4 апреля 1972 года крейсер исключили из состава флота «Крейсер Каганович», введен в эксплуатацию 8 февраля 1947 года. С января 1947 по апрель 1953 крейсер «Каганович» находился в составе 5-го военно-морского флота, затем в составе Тихоокеанского флота. В мае 1956 вошел в состав 14-й дивизии крейсеров, а в январе 1957 вошел в состав 15-й дивизии крейсеров эскадры Тихоокеанского флота. 3 августа 1957 крейсер был переименован в «Петропавловск». 19 сентября 1958 в Охотском море крейсер «Петропавловск» попал под удар «Тайфуна». Сила ветра была порядка 12 баллов. Крейсер получил значительное повреждение. В корпусе корабля образовалась течь. Несмотря на полученное повреждение, Петропавловск смог добраться до базы. 6 февраля 1960 года Петропавловск был исключен из состава флота. После был перестроен в плобучую казарму. В 1964 году сдан на слом. Крейсер «Калинин» введен в эксплуатацию 31 декабря 1942 года. В 1942-1943 годах адмиралы Кузнецов и Алафузов предложили перевести крейсер северным морским путем для усиления северного флота. Но в разгар подготовки к походу 1 июня 1943 года оно было отменено. В Советско-японской войне в августе 1945 года корабль участие не принимал, будучи на гарантийном ремонте. С января 1947 по май 1953 крейсер находился в составе 5 ВМФ. В октябре 1954 года крейсер выходил в море с правительственной комиссией, посетившей Тихоокеанский флот, и выполнил показательную стрельбу главным калибром. 7 мая 1956 корабль был выведен из состава флота и законсервирован. 1 декабря 1957 года корабль расконсервирован и снова введен в строй. 6 февраля 1960 года Калинин был разоружен и превращен в плавучую казарму. 12 апреля 1963 крейсер исключен из состава флота. Субтитры создавал DimaTorzok